Азербайджанцы 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 чтобы 2020 год стал годом решительных и позитивных изменений через наши органы в нашей государственной системе. Желаю членам Национального совета Западной Армении, членам правительства Западной Армении, вновь избранным членам Национального собрания и армянским учреждениям за границей плодотворного года, чтобы эти позитивные изменения стали основой для глубокой и гармоничной деятельности. Как всегда, мы сильны вместе. Я еще раз желаю всем вам счастливого Рождества и счастливого Нового года. Я желаю больших успехов, новых целей и мечтаний на предстоящий год. Наша нация находится в борьбе. Это борьба нашего поколения. Я хочу отметить, что это борьба нашей собственной веры, любви и сознания. Слава нашим предкам! Да здравствует Республика Западная Армения! Да здравствуют наши люди! 31 декабря 2019 год. Арменак Абрамян, президент Республики Западная Армения. 30 мая 2016 года жители деревни, торгующие возле Рабоски и у сирийской границы, стали меньшенью для минометов во время операции, организованной вооруженными силами Турции. В результате нападения погибли Ведат Энжу 16 лет и Элмаз Энжу 17 лет. Из 34 гражданских лиц, убитых в 2011 году, близ Рабоски 26 были из семьи Энжу. С убийством Ведата и Элмаза цифра достигла 28. Все они были убиты во время приграничной торговли. Платформа Справедливости написала историю жизни этих 34 человек в форме писем. 35-я история из жизни Рабоски. Вы можете прочитать полную историю на нашем сайте. Возвращение азербайджанских беженцев в Карабах невозможно без возвращения армянских беженцев в Азербайджан. Об этом заявил заместитель главы аппарата президента Арцаха, начальник главного информационного управления аппарата президента Давид Бабаян, комментируя по просьбе корреспондента новости Армении news.am заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедьярова. Подобного рода заявления лишний раз показывают, что необходим очень долгий период времени и очень много усилий, чтобы зафиксировать прогресс. Потому что с таким мировоззрением, таким новогодним пожеланием надеяться на какие-то шаги невозможно. Азербайджан никоим образом не пересмотрел свои позиции. Это тоже что, скажем, поэтапное завоевание и демонтаж карабахской независимости, а это невозможно. А для того, чтобы субстантивно думать, что быть реалистами, исследовать буквы закона международного права в первую очередь. Потому нам нет примата какого-либо принципа, в частности территориальной целостности над самоопределением народов, отметил Бабаян. Отвечая на вопрос относительно возвращения азербайджанского населения, Бабаян заметил, куда они хотят возвратиться. Если они считают карабах территорию Азербайджана, то им не за чем возвращаться, а они и так на территории Азербайджана. Если они хотят быть гражданами республики Арцах, то это вопрос переговоров. То есть не может быть возврата азербайджанских беженцев без возврата армянских беженцев в Баку и другие населенные пункты Азербайджана. Если этого не произойдет, никакое одностороннее действие не будет иметь никакого эффекта. В этом плане не может быть никаких односторонних шагов. Али Аббар Вилайте, советник высшего руководства Ирана по международным делам, отметил на встрече с делегацией вождей и шейхов сирийских племен. Вы столпы сопротивления в Сирии. Исламская республика Иран против любого иностранного вмешательства в страны региона. Она не стесняется стоять рядом с сопротивлением против жестокости, загорва, агрессии и планов врагов, направленных на расчленение стран, добавил он. Американский президент четко объявляет, что его войска приступают в Сирии для его нефти. Американский президент четко объявляет, что его войска присутствуют в Сирии для его нефти. Это незаконный акт, вопиющая кражи и нарушения международного права. Ресурсы страны принадлежат ее народу. Такого рода позиции предвещают заговор и враждебность врагов по отношению к исламским странам региона, и мы должны противостоять этим грубым нарушениям и краже имущества угнетенной нации. Мы против создания буферной зоны иностранцами и иностранного вмешательства в Сирии где-либо в регионе, потому что это означает разделение и колонизацию стран. Это, несомненно, противоречит интересам Сирии. Жесткие оппозиционные группы находятся в буферной зоне и получают поддержку, совершая многочисленные преступления, как мы можем обеспечить безопасность Сирии в этом случае. Если сирийская конституция должна измениться, то только сирийский народ может сделать это без вмешательства какой-либо другой страны. Мы убеждены, что народ и правительство Сирии вскоре освободят Эдлиб и вернут в Восточный Ефрат, потому что этот регион принадлежит сирийскому народу. Если народы региона будут молчать перед лицом этих злодеяний, их рано или поздно постигнет та же участь. Уважаемые подписчики, государственное телевидение Западной Армении поздравляет вас с наступающими праздниками, Рождеством и Новым Годом. Мы вступаем в Новый Год с новыми надеждами и большими ожиданиями. В ближайшем будущем мы представим нашим зрителям новые программы и передачи, а также новые проекты, которые мы, надеемся, вы оцените. 2020 год, несомненно, является важным годом для нашей справедливой борьбы, и на этом важном этапе мы верим, что запишем новые достижения и добьемся успеха. Поздравляем вас с Новым Годом и Рождеством. Пускай Новый Год принесет мир и процветание вашим семьям и нашей стране. Оставайтесь миром. Далее мы представим вашему вниманию песню «Каран Папа». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok